Наш долг поддержать каждого, кто находится сейчас на боевом посту, их семьи. В самом начале своего доклада Дмитрий Артюхов обозначает главную тему уходящего года. Сейчас все мысли о наших защитниках. В округе для бойцов СВО, как и для их родственников, введен целый ряд дополнительных мер поддержки. Самим мобилизованным выплатили единовременные 300 тысяч рублей, освободили от налогов, обеспечили всем необходимым обмундированием. И не забыли о семьях. По словам губернатора, в решающий момент ямальские народные избранники действовали как настоящие патриоты России. Летом округ взял шефство над разрушенной обстрелами ВСУ Волновахой. Сейчас ямальцы возводят на Донбассе дома и социальные объекты. В то же время, несмотря на беспрецедентное давление на российскую экономику, Ямал развивается и уверенно идет вперед. Три главных приоритета – жилье, дороги и медицина – остаются неизменными. Темпы возведения капитальных домов в округе растут с каждым годом и не планируют снижаться. Лидером остается Салихард, где возводят сразу 47 многоквартирников. Так что задача по расселению к 2025 году миллиона аварийных квадратов вполне выполнима. Ямальские дорожники в этом году тоже побили рекорд. В нормативное состояние привели 200 километров региональных трасс. Главными участками стали Надым-Салихард, Пуровск-Карачаево, Пурпе-Пуровск, подвеск Коксарки и от Губкинского до границы округа. Работа на этих отрезках продолжится и в следующем сезоне. Третий неизменный приоритет медицина – главный показатель эффективности работы власти. Ключевым в этом вопросе Дмитрий Артюхов называет организацию работы первичного звена. Медицинские учреждения строятся по всему округу. Появляются больницы, фельдшерско-акушерские пункты, модульные амбулатории. Особое внимание участковым врачам, от которых зависит профилактика болезней. Для ее усиления в отдаленных поселках даже приобрели еще один передвижной медицинский комплекс. Ну и, конечно, современное оборудование. Переоснащение ямальских больниц продолжается. Ключевое – это забота о людях, отмечает губернатор. Важно сохранить привычный уровень жизни северян. Так, в уходящем году проиндексирован уровень заработной платы работников социальной сферы. Например, педагогам детских садов на 13,5%. Растет спрос на льготные авиабилеты для многодетных семей. За первые 10 месяцев 2022-го скидками уже воспользовались больше 20 тысяч ямальских семей. Есть куда еще стремиться в цифровизации региона. В то же время ширится малый бизнес, строятся школы и детсады, решаются проблемы коренных жителей и ликвидируются свалки. Кстати, все экологические проблемы уходящий год экологии не решил. Времени для этого было слишком мало. Но главное – удалось, написал в докладе глава региона. Общими силами ликвидировали порядка 90% всех выявленных стихийных свалок. А ямальцы теперь болеют за чистоту и готовы ради этого потрудиться. В следующий год на Ямале Дмитрий Артюхов объявил годом знаний. Подробнее с докладом губернатора можно ознакомиться на сайте правительства округа. Сергей Шелковников, программа «Время Ямала».